Матрас важнее, чем холодильник. Блин, ну это капец какой-то. Такая задница с кадрами, да? То есть рынок не родил большого количества хорошего кадров. Это значит, что хреновыми кадрами можно управлять бизнесом и при этом еще и выживать. Ты там больше меня знаешь непонятных дикарей, которым задаю вопрос, зачем ты вообще поставил отель? Первый вопрос. Второй вопрос, зачем здесь? Третий вопрос, зачем такой? И он тебе не ответит ни на один из трех вопросов. Я почему не говорю? Я за все время не прочитал ни одной бизнес-книжки. Ни одной. Если бы я все знал заранее, если бы меня выучили бы заранее, да, я бы тебе могу сказать, я не сделал бы того, что я сейчас сделал. Я просто не рискнул бы нафиг. Владимир Михайлович Седов. Основатель группы компании «Оскона». Основатель города Доброград. Родился 7 мая 1966 года в городе Коврове в семье медицинского работника-инженера. Окончил педагогический вуз по специальности учитель физкультуры. В 1988 году открыл первый собственный мебельный магазин и матрасное производство «Озон». В 1990 году открыл крупнейшую в России компанию по производству ортопедических матрасов и товаров для сна «Оскона». На сегодняшний день в компании трудится 10 тысяч сотрудников. 6 тысяч из них работают в Коврове. В 2014 году начинает строительство главного проекта своей жизни – Доброград. Первого города для комфортного проживания в экологическом месте. С развитой инфраструктурой, строящегося на собственные деньги. Занимается альпинизмом, играет на гитаре и профессионально увлекается гольфом. Имеет лицензию частного пилота, женат, воспитывает детей. Какими качествами должен обладать человек, чтобы реализовывать проекты по масштабу, схожие с теми, которые реализуете вы? Значит, ну да, с того, что все-таки это на самом деле просто. В любой работе, в том числе в менеджерской работе, если взять листок бумаги и написать количество вопросов, с которыми ты сталкиваешься, и решения, которые надо принимать, это список бесконечный. И чем крупнее становится бизнес, тем этот список, в принципе, вырастает. Поэтому интуитивным путем, с помощью подсказки старших товарищей, в основном моих иностранных старших друзей, у кого там опыта значительно больше, чем у меня, мы в свое время, я лично и команда, мы сформировали определенные принципы. Вот в компании должны быть принципы. Если в компании есть какие-то принципы основные, то 80% вопросов, над которыми можно зависнуть, они в принципе улетают. Вот это вот не та история, вот это про там миссию, да, мы все там пишем красивые миссии, там стратегии, да. Вот, миссия стратегии это такая все-таки внешняя история, это позиционирование компании, ее ценностей, там, скажем так, вне компании. Должны быть какие-то вот свои внутренние. И на самом деле, в основном, весь круг вот этих основных параметров, принципов, они описывают человеческие отношения, отношения внутри команды, да. Правила игры. Правила игры, да. Да, и именно они вот не правила игры с точки зрения бизнес-действия, а с точки зрения взаимодействия и коммуникации. Потому что, на самом деле, очень много усилий и времени, и пустого тратится на выстраивание, там, коммуникации даже внутри компании. Вот, у нас их, на самом деле, вот не очень много, есть там, там, в двух-трех словах, да, это вот выглядит таким образом, что мы, нас даже там называют там компанией, какой там фраза где-то была, как это, там, это, бирюзовая там компания, да, ну, блин, я еще раз говорю, я точно не знаю, что такое бирюзовая компания. Вот, но принцип построен такой, то есть мы достаточно демократичная компания в плане внутренних коммуникаций, внутри команды. То есть у нас никто не давляет с точки зрения принятия решения, четко выстроено, кто, чей голос при общих прочих равных звучит особенно громко, вот, это всегда финансист, это мы четко поставили, да, ребят, вы можете, конечно, рассказывать все, что угодно, вы можете танцевать, значит, маркетологи, продавцы, производственники про всякие возможности, да, но финансист в конечном итоге, вот, выносит приговоры, значит, клиент скорее жив или клиент скорее мертв, да, и вот финансисты поставлены номером один в принятии решения, значит, делаем, не делаем, вот, это их диагноз. Вторая иерархия стоит, это продавцы, вот, потому что, ну, блин, если мы не продадим, да, то, собственно говоря, смысл производить, да, естественно, по этой третьей иерархии стоят производственники. И вот эта иерархия, она встала, приходилось там определенное количество, там, лет, каждый раз напоминать, что иерархия складывается таким образом, поэтому давайте так, то есть эти голоса, вот, звучат особенно громко, да, когда идет, там, оценка. Вторая, в принципе, да, после того, когда мы там долго-долго разговаривали, да, принимается решение, вот, после того, когда решение принимается, вот, все разговоры заканчиваются, то есть никаких догонялок, у тебя есть много времени высказываться до, но после того, когда решение приняло, даже если у тебя остались внутренние какие-то сомнения, да, все, ребята, мы идем уже, там, без оглядки, да, у нас там есть, понятно, там, инструменты, как мы там мониторим наше движение, но, в принципе, мы идем, вот. Дальше есть понятие «оранжевые черты» и «красные черты». Оранжевая черта – это то, что делать в компании надо обязательно, согласовав. Ну, я как пример. Бизнес-отношения с нашими конкурентами. На Западе вообще бизнес-отношения с конкурентами, в принципе, считаются, ну, кроме тех, которые как бы договорные, да, которые прописаны договором, вот, это одна история. Но, в принципе, бизнес-отношения с конкурентом – это история, которая принимается наверху и руководителям, и собственникам. Например, там, ну, давно была красная история, там, компания, которая поставляла нам очень долго продукцию, причем на очень большие деньги, решила зайти в наш бизнес. Она становится нашим конкурентом. То есть, все, ребята, оранжевые черта, и принимается решение, все, отношения по supply chain, но мы с ними приостанавливаем, да, потому что он перешел в разряд поставщика, в разряд конкурента. Это пример вот этих оранжевых черт, да. Есть красные черты, которые в компании обозначаются, они обозначены всегда, сразу это недопустимо никогда, никто не задает вообще вопроса. Можно делать это, нельзя это делать, может быть, мы в этом исключительном случае это сделаем, но вот один раз, но потому что это приносит какую-то выгоду, да. Нет, есть красные черты, когда этого делать нельзя. И все сотрудники это знают? Все, это знают все абсолютно. А можете привести пример этой красной черты? Красная черта – это вот компания «Оскона» стала «Оском» еще тогда, вот, она была первая, да. «Оскона» с 98-го года не знает ни одного рубля, ни черных, ни серых денег. Нулевой какой-то год, мы заходили, еще тогда розницы не было, мы заходили в канале B2B через дилеров, дистрибьюторов на московский рынок. И нашими покупателями мы поставили склад под Москвой, открыли так об оптовую продажу. Покупателем наши являлись мебельные магазины, ну, которые покупали там по 20, по 30, по 50, матрасов, по 100. Ну, и московский рынок, он же, в принципе, и сейчас не совсем, как бы, белый и пушистый, да. Ну, в нулевых годах, там белого вообще ничего не было. Ко мне приходят там руководители мои, говорят, слушай, ну, давай, здесь-то мы там, ну, потому что мы, иначе, а зачем мы пришли в Москву, то есть, если мы не готовы принимать черную наличку, да, то мы, в принципе, на московском рынке, ну, мы жить не сможем, потому что такие правила игры. Я сказал еще раз напомню, ребят, это красная черта, я в 98-м году решение принял, да, прошло там, грубо говоря, там, 7-8 лет после принятия решения, я свои правила менять не буду. Ну, мы тогда тут пролетим, я говорю, ну, если пролетите, значит, вы плохой менеджмент, да, если вы можете работать только там по правилам того, что вам диктуют. Ну, и буквально там 3-4 месяца прошло, спросил, ну, как с планами продаж, выполняем планы продаж те, которые как и были, да. То есть, на самом деле, вот эти вот страшилки, тенденции, они иногда, там, вот, возводятся в какую-то такую историю, вот, и они, там, считаются, что это даст какой-то результат. На самом деле, для меня, там, осознанное решение красной черты, не используя черных денег, ни в коем случае, ни в первом эшелоне стоит вопрос, там, риска каких-то налоговых последствий. Самая страшная история в этом процессе, это, ну, блин, ты развращаешь полностью всю свою компанию. Если вся твоя компания знает, что ты, как руководитель, приветствуешь такой вид ведения бизнеса, значит, ты, в принципе, можешь позволять себе многое, что угодно, то, что не относится чисто по исполнению законодательства. Ну, значит, к тебе можно относиться так же. Вот, ну, и в дальнейшем могу сказать, что, ну, у меня много было сделок МДшных, когда я, там, продавал бизнесы, там, покупал бизнесы, ну, я могу сказать, ни одна продажа качественной никогда бы не состоялась, если бы компания после проверки PwC, там, или Далойта, там, не был произнесен приговор. Да, здесь вся финансовая отчетность прозрачна, никакой, там, здесь рыбу заворачивали, значит, здесь не читать, да, такого нет. То есть, вот, есть понятие, там, оранжевых и красных черт. И вот, когда эти правила, они озвучены, да, они позволяют короче, эффективнее, качественнее принимать решения и их исполнять. Следующий момент, который, если помимо принципов, да, эмоциональная такая история, вот, то есть, у нас в компании принято в большей степени доверять. То есть, мы не боимся, когда менеджмент делает ошибки. Я, как акционер, не рефлексирую на ошибки. Ошибки есть, и если акционер не рефлексирует на ошибки, то люди не стесняются, во-первых, признавать свои ошибки, а раз они стесняются признавать ошибки, они их разбирают. Не рефлексируйте, то есть, вы не делаете замечания? Я не делаю, ну, мы у нас... Какие-то долгоиграющие... Нет, у нас это абсолютно спокойно произносится. Да, мы сделали ошибку, да, то есть, после этого не происходит никаких там санкций. То есть, производство ошибок является частью технологического процента введения бизнеса, а не является неким ЧП, которое произошло. А если оно повторяется? Если оно повторяется, тоже второй вопрос. Ну, знаешь, у нас есть железные правила с персоналом, да, у нас есть три категории, это фраза, которую в компании все исповедуют. Это учить, лечить, мочить. Да, мы сначала учим, потом лечим, потом мочим, да. Вот самое главное, чтобы не путать стадии, да, последовательности, и не зависать очень долго там на одной какой-то стадии, да. Поэтому это вот с точки зрения управления персоналом, это весь менеджмент обучается вот этому правилу, да, учить, лечить, мочить. Вот. Поэтому там повторная ошибка – это лечить. Вот. Вот там третья ошибка уже – мочить. Это вот должно быть не декларировано, это должно реально каждый день подтверждаться, да, потому что если все участники процесса понимают, что это нормальные действия производства ошибок, то усилия менеджмента тратятся не на сокрытие этих ошибок, не на перепуливание их друг на друга, да, а это не мы, это вот там они, да. Ну, это капец все, это вообще ломает опять всю структуру управления, нет синхронизации выстраивания всех дивизионов для достижения там к цели, да, и как результат, скажем так, пустопорожный прогон и понижение КПД деятельности бизнеса. Две истории, которые вы рассказали на форуме. Одна из них, ну, это, как, наверное, отражение отношений к вам и к вашей компании, ваших партнеров, в том числе конкурентов, когда после пожара один сотрудник банка, насколько я помню, взял на себя некую ответственность и риск, в том числе своим имуществом, обеспечив тот кредит, который… Нет, это был не сотрудник банка, это был директор, вице-президент по продажам крупноамериканской компании, и для них отгрузка под контракт экспортный, для них, импортный для нас, мог пройти с нашей стороны только, ну, по большому счету, под честное слово, блин, буду, зуб даю, да, потому что ничего не было. Конкуренты вот вас поддержали. Ну, конкурент – это вторая история, тоже отношения. Ты понимаешь, ты понимаешь, Алексей, ведь на самом деле, на самом деле, вот эти истории, они выглядят с некой эмоциональной окраской, и там воспринимаются многенько эмоциональными, ну, и мной они там в первом соприкосновении воспринимаются эмоционально, хотя на самом деле, как бы, всегда под этим стоит определенная прагматика. Компания, которая поставляла нам оборудование, мы с ней были знакомы не первый год, да, они знали, как мы растем, они знали меня, они знали амбиции команды, и для них в данной ситуации был, там, риск, да, сейчас не помочь, а потом потерять, там, лояльность. В принципе, я мог переключиться на, там, какого-то другого поставщика, а это десятки миллионов долларов каждый год, как бы, да, которые они получали. Другое дело, что это сделало не верхнее руководство этой компании, такое решение принимало, а принимало решение человек, там, заложив, там, свое, там, личное имущество. Я могу сказать, в этом трене тоже есть прагматика. Есть, конечно, и личное что-то, личная вера, там, в меня такая какая-то дружеская, но и я тоже все истории не знаю, возможно, там, он хотел показать своей команде менеджеров, то есть он был уверен, что я не подведу. Он мог показать этим самым команде своих менеджеров, что к его словам надо более внимательнее прислушиваться. То есть всегда все равно в бизнесе романтизм, он хорош на присидии интерпренерства, да, потом, в принципе, начинает работать прагматичная машина. Просто эта прагматичная машина в России чаще, я бы сравнил ее с соковыжималкой, да, когда все друг к другу, там, относятся достаточно, там, жестко. Это был как раз мой вопрос, в России эти принципы вообще работают? Абсолютно работают на 100%, я это на себе испробовал. Ну, понимаешь, это вот самый хороший пример, все время задаешь вопрос, все же знают слово компромисс. Вот есть точка одна, точка, вот есть вторая дочка. Вот я тебе сейчас попрошу, значит, да, нарисую компромисс, да, где, покажи физически вот между ними, да, на графике. Ну, ты, как все, сейчас покажешь, вот он здесь посредине, да, ни хрена это не компромисс. Компромисс это когда вот этот подвинется аж вот досюда, вот ровно настолько, насколько он может терпеть. И не надо бояться, что этот, там, не сделает такой же шаг вот досюда, да пусть он дойдет до середины, да пусть он дойдет даже меньше. Но в этом случае появляется петля. И вот петле точно можешь найти компромисс, от петля компромисса. Потому что компромисс это не середина. Компромисс это петля, в которой точно можно какие-то детали отработать, да. И когда ты подходишь, делаешь первым шаг и показываешь, что ты там готов провалиться точно дальше, даже его ожиданий, он же там прогнозирует, на что ты можешь пойти, да, и вдруг ты ему вываливаешь елки-палки, блин, это он даже, ну, он же не думал даже, что ты так можешь пойти, да. Реакция на это, ну вот из моего личного опыта, 100% положительная, адекватная. Он как минимум точно делает там то, что был готов сделать. И значит мы можем сработаться, да, а зачастую делает еще и дальше. И тогда наши отношения инкорпорируются, интегрируются и еще больше. Опять прагматика ведь, потому что каждый из нас при выборе партнеров, поставщиков, покупателей пытается для себя создать зону комфорта. То есть постоянно стоять на войне, когда твои поставщики – это противники, когда твои покупатели – это противники, и ты постоянно пытаешься выиграть у них эту партию. Нет, не долгосрочно. Блин, это может быть и долгосрочная такая хроническая такая история. Она вытягивает ресурсы. Мои юристы, мои там продавцы или маркетологи могли за это же самое количество времени… Ну да, у нас же есть часы, да, и час работы каждого специалиста в компании стоит денег, да. Либо он сейчас здесь лабудить будет только потому, что мы должны дожать друг друга, да. Либо мы сейчас скажем, окей, нас в принципе устраивает. Мы хотели бы лучше, но нас это устраивает. Все. И команда перешла работать к другому проекту, да. На самом деле по деньгам в целом на выхлопе для бизнеса это получается гораздо лучше и гораздо больше. На одном форуме, не нашем, ведущий спросил ваши вызовы на будущий 2019 год. Вы сказали выжить. И вот сейчас процитирую. Когда он удивился и спросил, что вы имеете в виду, вы сказали легко расти на растущем рынке, трудно на падающем, но нужно быть героем, чтобы выжить на умирающем. Вопрос. У нас настолько все плохо в экономике или в политике? Экономика давно в мире уже стала, к сожалению, следствием политики. Экономика породила политику, да, а теперь от нее умирает, да. То есть мы умираем от того, кого родили. На сегодняшний день те политические события, которые происходят, я на самом деле поддерживаю с точки зрения их политической составляющей, но никакой они экономический эффект дают для страны. Я за 30 лет в бизнесе прошел 4 крупных кризиса и пяток поменьше. В каждом из них я четко понимал, какие события должны произойти для того, чтобы эта ситуация закончилась. Ситуация, которая сейчас... События у вас в компании или на... События на внешнем, да. То есть что должно произойти для того, чтобы открыть закон. Японский рынок должен заработать, да, или китайцы, да. Ну, только, грубо говоря, всегда были какие-то вещи. То, что сейчас у нас в стране происходит, я это еще лет, наверное, 7-8, да, нет, наверное, 11-12 год, наверное, да. Я собрал менеджер и сказал, так, все, мы все с вами уволились из России. Выживет та компания, которая как можно быстрее забудет историю вся, что была до 12-го года. Потому что страна уже никогда не будет такой. Ну, или, скажем так, в очень-очень обозримом будущем. Представьте, что вы... Я вас привез в Индонезию. Для вас это абсолютно новый рынок. И вы его начинаете заново изучать для того, чтобы им работать. Начиная от маркетинга, потребителей, конкурентов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вся ситуация поменялась. Очень многие компании за последние годы уже сошли с рынка именно потому, что они считали, что это кризис, который носит какой-то временной характер. Им надо пересидеть эти 2-3 года и потом все отпустят. Вот, я в 11-12 году, я не сумел для себя после 14-го года, тем более, не сумел увидеть те изменения, которые могли бы произойти для того, чтобы ситуация запустилась опять к высокорастущему рынку. Плюс абсолютно крайне низкоэффективный менеджмент управления в государстве. Он, на самом деле, не очень плох на самом верху. У меня есть опыт общения на разных уровнях власти. Некрасивый уже такой, непрофессиональный на региональном уровне и просто полный трэш на муниципальном уровне. Вот, а это, в принципе, скажем так, по-любому влияет на экономику. Можно принимать наверху какие угодно там законы, которые выглядят, которые выглядят, да, там очень эффективно. И они там могут запустить экономику. Но, блин, на региональном и муниципальном уровне все это в ноль сводится. И надо понимать, что эта машина, ну, грубо говоря, это вот так вот на щелчок за полгода, за год и за два не исправишь, да. Это уже машина, которая набрала вес, инерцию, и она по этой инерции движется. Поэтому на сегодняшний день я не смогу назвать перечень тех событий и действий, которые должны произойти, для того, чтобы экономика перешла опять к какому-то серьезному росту. Государство освоило инструмент решения, там, наполнения федерального бюджета, что очень просто, не хватает, девальвировал еще немножко рубль, да, и опять хватает. Но эта игрушка, она вот, собственно говоря, это так и дорога в одну, в один конец, и хорошим ничем это в конечном итоге не закончится. Я очень надеюсь, что там придет понимание и осознание всего этого, вот, не так, как сейчас это кто-то произносит в отдельности. Но в целом считаю это уверенность, что все будет нормально и как-нибудь рассосется. Я не вижу этого рассосется. Вот, поэтому рынок на самом деле очень сложный, вот, он стагнирующий по-честному, потому что, ну, вот, у нас приводят все это в рублях, полтора процента роста, да, там, 1,80 процента роста. Ребят, давайте это, ну, в валюту переведем, да, из мягкой валюты перейдем в твердую валюту, да, и мы четко понимаем, что мы стагнируем. Если раньше нашими конкурентами в борьбе за покупателя являлись компании, которые, там, как Аскона, производят тоже, там, мебель и, там, кровати и товары для сна, да, то, начиная с 2014 года наши конкуренты стали продавцы автомобилей и продавцы бытовой техники. Потому что у нашего покупателя есть деньги либо на матрас, либо на холодильник, либо на первый взнос по машине. Вот на то, на то, на то ему не хватает. То есть наши конкуренты сейчас не производители матрасов, а мы боремся реально с конкурентами за право получить деньги, употребили, сказать, хрен с ним с холодильником, купишь в следующем году, да, купи сейчас матрас, это важнее, да. У нас меняется все, у нас меняется рекламная стратегия, у нас меняется контент, который мы отправляем потребителю, да. Ну, это, блин, это вообще нонсенс. Это реально нонсенс. Ты замучаешься в мире искать такой способ конкурентной борьбы. Способ конкурентной борьбы, это каждый раз хваливает свой товар перед другим аналогичным товаром. А мы раскладываем, слушай, матрас важнее, чем холодильник. Блин, ну это, ну это капец какой-то. Ну это реальность. Это, да, это реальность, да. И вот большая беда, что это еще многие не поняли, что это реальность, что это реальность, это не состояние, это реальность. Я могу сказать, что еще вот за 30 лет произошло, там у меня лично, да, я перестал смотреть короткими историями, да, то есть все. Особенно сейчас в России, сейчас нельзя смотреть бизнес, там на год, два, три ты даже стратегию нарисовать не сможешь, потому что, блин, у тебя все будет, блин, у тебя все будет плохо выглядеть, да. Вот поэтому надо пробовать угадывать большие стратегии, длинные, и в России надо учиться работать на длинных историях и в 10, и в 15, и в 20, и в 25 лет. Компания «Империя» Оскона – это о здоровом сне, Доброград – это о комфортной жизни. Можно сказать, что в этом, ну, вырисовывается некая ваша миссия? Возвращаясь чуть-чуть раньше к нашему интервью, все прагматично. Мне просто по жизни везет, я интуитивно залажу вещи, которые потом нахожу прагматичные, скажем, обоснования, да. На самом деле у нас в России просто нигде это ни в одной, ни в экономической прессе не пишется, ни в аналитической, никогда. Есть такое понятие мировых инвестиционных трендов. Если на сегодняшний день найти, это надо искать, потому что у нас это нигде не публикуется, да и в мире, в принципе, я пока не видел. Это просто информация из закрытых источников таких достаточно мировых финансовых инвестиционных. Если посмотреть историю глобальных инвестиций, то там конец позапрошлого века и начало прошлого века, это была милитаризация. Крупные корпорации были созданы в то время, там Локхиды, Круппы и так далее, и так далее, Дженерал Электрики и так далее, и так далее. И поэтому было такое большое количество войн, да, потому что всей этой истории нужно было постоянно активно продавать все то, что продается. Поэтому расстояние между Первой и Второй мировой войной, это было два десятка лет. Потом, в 30-х годах, эту историю сменило глобальный инвестиционный тренд в супермаркеты, в новый вид организации торговли. Walmart стал уже, по большому счету, как вишенка на торте, да, на самом деле до него, там эта идея еще родилась. И глобальные сотни триллионов долларов мировых инвесторов были направлены в построение этих сетей, сначала из развитых стран, потом в развивающиеся, потом в неразвитые и так далее. Закончился этот тренд в 70-х годах прошлого века, пошел тренд углеводородов. Появились понятия фьючерсы, потому что надо было играть, и инвестиции, огромное количество инвестиций ушли туда. Закончился в нулевых годах тренд углеводородов. Был короткий всплеск пузыри на а-ля IT, но IT-шная сфера, она не инвестоемкая. Uber оценили в 120 миллиардов долларов, да, можно посмотреть по его балансшиту. Активы, у него активов нет, 4 стола, 2 стула, да, и больше нет ничего. Вот, поэтому это не могло стать инвестиционной емкой темой. На сегодняшний день самая инвестоемкая тема, в которую сейчас разворачивается весь мировой тренд, есть одним словом, это улучшение качества жизни. Потому что улучшение качества жизни обеспечивает тебе транспортную инфраструктуру, инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства, вся. Начиная от инженерных сооружений, заканчивая утилизацией мусора. Качественное здравоохранение, качественное образование и качественное культурное развитие. 5 китов, которые на сегодняшний день, если посмотреть всю карту мира, на сегодняшний день все инвестиционные деньги, которые в мире свободны и есть, абсолютно спокойно потонут в этом запросе, и еще денег не хватит. И на сегодняшний день более глобального тренда инвестиционного в мире не существует. Причина, почему это стало трендом, это результат глобализации, в первую очередь информационной. То есть, окей, есть развитые страны, они жили всегда чуть лучше. За счет интернета социальных сетей, развивающихся страны, жители, неразвивающихся, неразвитых стран, узнали, что можно жить и вот так. И, естественно, где бы ты ни жил, в России или в Уганде, у тебя, естественно, запрос идет своему правительству, алло, я тоже хочу так. И для того, чтобы в стране не происходила революция, государство вынуждено решать эти вопросы, в противном случае оно окажется на очень разных ступенях развития. Ведь закрыться железным забором на сегодняшний день удалось одной-единственной стране, Северной Кореей, которой закрыты. Ну, как скажем так, как правило, такое исключение, скорее всего, показывает правила. Поэтому Доброград является тестом именно вот этой глобальной инвестиционной истории в рамках вот одного такого пробника, который, я уверен, что точно будет клонироваться и будет пользоваться спросом. У нас, когда президент здесь был в гостях, он же сказал, что они с пятого года несколько раз собирали заседание правительства на предмет того, что надо начинать строить новые, с новой инфраструктурой. Потому что, блин, ну старые, они созданы были под другой стиль жизни, образ жизни достаточно давно, и на сегодняшний день их реконструкция и реновация. Вот Москва может себе позволить такую историю взял, так снес и построил, да? Иди-ка ты с бюджетом какого-нибудь регионального центра или районного центра России, никаких шансов нет. Вы упомянули, что вы сотрудничаете с государством на разном уровне, но, тем не менее, в чем вот эта поддержка оказывается? Государство должно поддерживать только то, что оно должно поддерживать, да, социальные функции. Партнерство – это всегда симбиоз, да, это когда один обладает компетенциями одними, другой обладает компетенциями другими, при сращивании компетенции может получиться продукт качественнее. У государства его плюс – это есть казна, у государства плюс, есть законодательство регулирования, у государства есть плюс, оно, в принципе, задает определенные стратегические тренды развития, да? Минусы государства – это неэффективное управление, вот, и как раз это, а это является, как раз, плюсом любой частной компании, да, потому что она, в принципе, она есть неэффективная, она, в принципе, не выживает. Поэтому, вот, например, по образованию у нас сейчас одновременно два проекта, в Адобраграде запускается один проект – это частная школа под английское образование, под IB, вот, а второй проект – это обычная бесплатная школа муниципальная, но она пойдет уже по новому законодательству российскому, который уже есть, существует, по принципу так называемых чартерных школ, когда инвестиции в строительство зданий, инфраструктуры, технологий, вкладывается частник по заказу государства. Государство выкупает эту историю, то есть частные вложения очень быстро возвращаются без заработка, это чисто компенсаторный метод, но государство оставляет эту школу в управлении этого частника. И государство финансирует не на 100%, как бы должен был финансировать, а всего лишь на 80%. Государство экономит 20% финансирования. Но в чартерной школе дается право осуществлять коммерческую деятельность. Частник управляет, он понимает, что только коммерция. Нельзя государственной школе, которая сейчас классически подойти к директору, сказать, слушай, а теперь ты давай занимайся коммерческой деятельностью. Блин, ну вы же это не учили, да? А вот здесь в данной ситуации этой истории будет, да? То есть мы должны будем обеспечить тот уровень бесплатности и качества, который государство должно обеспечить в муниципальной школе. Но у нас есть дополнительное образование, у нас есть продление учебного дня с точки зрения развития, организации и прочей, прочей, которые могут создавать в школе определенный фонд, который бы позволил, в том числе и грамотное его использование, позволит докупать другой персонал с рынка, других учителей, другого качества, для того, чтобы получать в результате качественное образование. То есть такие модели сейчас существуют в инфраструктуре, такие модели сейчас существуют в здравоохранении, в образовании. Готовится такая модель для культуры и спорта. То есть вот эти проекты есть. Вы сказали, что Доброград масштабируем, и это значит, что вы также рассматриваете продолжение этого проекта на других возможных территориях в России. Это только Россия или это может быть зарубежь? Мы сейчас пока смотрим Россию. Здесь Клондайк на самом деле, да. То есть особенно когда ты создал новый проект, ты же получил УТП, да, уникальное торговое предложение на рынке. Надо его, естественно, отрабатывать здесь. Мы никогда не исключаем работать на рынке за пределы России. Наши компетенции у нас, они и есть. Мы работаем на разных рынках мира. И для нас, скажем так, просто новый продукт на другом рынке, это просто вопрос принятия решения. Мы это делаем или мы это не делаем? А с точки зрения будущих территорий, это секрет или, ну, то есть у вас есть какие-то конкретные наработки? Нет, я не могу сказать, нет, здесь не может никакого секрета. Здесь все очень банально просто. Поскольку эта история без откровенного желания со стороны государства, эта история, она везде полетит очень плохо на самом деле. Это региональный уровень губернатор должен сказать, да, я такое хочу, мне это надо, мне это нравится. Да, я считаю, что это входит в стратегию развития моей территории, моего региона. Тогда мы этот вопрос будем рассматривать серьезно. Просто так прийти, постучаться в дверь, там, да, окей, там, Саратов, можно мы у вас тут что-нибудь, да? Вот, ну, в принципе, вот так все там и закончится. Можно сказать, что вы уже состоявшийся ательер, но все-таки, ну, на самом деле, мне кажется, это так, потому что я поговорил с коллегами, они говорят о новых проектах в расширении номерного фонда и так далее. За эти годы, несколько лет, когда вы в том числе и гостиничным бизнесом начали заниматься, что вы поняли о гостиничном бизнесе? Вот какой он для вас? Самое большое для меня было удивление и разочарование – это то, что такая достаточно большая такая отрасль, она же крупная в масштабах страны, по сравнению со многими другими отраслями, она настолько, ну, я могу сказать, неконкурентно способная, нет конкуренции. Там, где есть конкуренция в какой-то отрасли, там все очень хорошо с кадрами, потому что там выживаешь за счет эффективности управления. Здесь такая задница с кадрами, да, то есть рынок не родил большого количества хороших кадров. Это значит, что хреновыми кадрами можно управлять бизнесом и при этом еще и выживать. Это говорит о очень низкой конкурентности на этом рынке. Иди попробуй, он там таким качественным персоналом поуправляй, там, рынком алкоголиков, сигаретчиков или автомобилистов, там, сдохнешь сразу. А здесь это какой-то, у меня вообще такое ощущение, я сам провел там, ну, не один десяток интервью на разные позиции, у меня такое ощущение, что это, он больше никуда не пригодился, вот, то идут вот туда, вот в эту отрасль. Низкая конкуренция со стороны самих объектов между собой. Самих объектов. Есть ли спрос вот тут такой замкнутый наш круг? Спрос есть всегда, потому что спрос, он никак с этим не связан, на самом деле. Спрос это все-таки, грубо говоря, удовлетворение в услуге при туризме и при бизнес-путешествиях, да, вот, скажем, две основные там вещи, да, там, деловой и туризм отдыха. Запрос есть, мы не будем сейчас разговаривать о его масштабе, сравнивать там с американским там или там финским рынком, да, но он есть все равно. Обычно драйверами хорошего кадра, хороших персоналов, хорошей школой являются сетевые отели, то есть, когда заходят сетевики, они же там, тю-тю-тю-тю, стандарты и так далее, так далее. Там есть хорошая подготовка персонала, но этот персонал не выходит на рынок независимых отелей. Я с ними со многими разговаривал, они все в своей личной стратегии просматривают продвижение по вертикальной лестнице вверх внутри сети и вплоть до ухода за пределы Российской Федерации. Я там не один десяток человек уже знаю, кто начинал с фронт-деска Хилтона какого-нибудь российского и дошел до рум-менеджера где-нибудь в Китае или в Сингапуре. Они не испытывают особого желания выходить из сети. И это тоже маркер того, что независимые сети, блин, они просто никакие по управлению. То есть, он отработал в хорошей классной машине, где четко прописаны процессы, стандарты. И вдруг ему предлагается приехать в город Энск и порулить каким-то отелем, где там какой-то инвестор с какого-то прибабаха решил там построить 25 номеров и посчитал, что все будет зашибись. И человек, который достаточно профессионально уже какой-то имеет опыта, он в ужасе, е-мое, как и как. Да, это же надо все там ставить. А инвестор, как правило, не хватит. Может быть, эта ситуация из-за того, что в нашем бизнесе, в бизнесе независимых отель не хватает таких талантливых предпринимателей, как вы. Что говорит ваша интуиция здесь? И вопрос, мы можем увидеть ваш интерес в этом бизнесе за пределами программы? Здесь всего точно не вопрос, а в моем таланте. Просто еще раз говорю, я просто красирую знания бизнеса из других отраслей. Причем там мельвельная отрасль, она тоже далеко не самая конкурентная. Но я там в других отраслях еще участвую как акционер в более конкурентах. Я уверен на 100%, что вот эту историю, она сама по себе над со временем рассосется. То есть пройдет эта волна непонятных дурных инвестиций, кто там просто ради непонятной какой-то игрушки взял, там решил что-то построить. И даже не озаботился о том, чтобы взять вот эти стандарты и так далее. И правильно подобрать персонал, и с точки зрения правильно, начиная от маркетинга, прописать всю модель и так далее. Я же здесь все сгреб, это по полной программе, потому что мы тоже этого не умели. То есть я в большом счету прошел дорогу дикого, не сетевого. Потом понял, что если я сейчас в команду не приведу профиков, то я просто захлебнулся в этой истории. Ну мы по-любому Хорику вынуждены взять в свою компетенцию, потому что Доброград будем клонировать. И в данном случае Хорик, как мы с тобой говорили, является для нас очень важной историей в реализации большого проекта. Я думаю, что мы не сможем никогда отдавать, потому что это не только стандарты. Это вот этот спирит, который мы здесь вот на кончиках пальцев должны передавать. Эта история под нашим управлением, скорее всего, останется всегда. Поэтому я думаю, что станем в строй вместе со всеми другими независимыми, не сетевыми. И начнем готовить кадры, вводить какие-то стандарты. И, наверное, потому что этот процесс, когда таких компаний становится критическое количество на рынке, станет хотя бы таких думающих управленцев, хотя бы процентов 30 на рынке, это уже запустится машина по рынку. Потому что на сегодняшний день дикарей, ты больше меня знаешь, непонятных дикарей, которым задаю вопрос, зачем ты вообще поставил отель, первый вопрос. Второй вопрос, зачем здесь. Третий вопрос, зачем такой. И он тебе не ответит ни на один из трех вопросов. Добро пожаловать на наш рынок. Да, добро пожаловать. Вы знаете, вот мы посмотрели внизу, у вас очень крутые продукты Осконы, в частности, смарт-подушка и многие другие вещи, которые управляются с мобильного телефона. Не видите ли в этом некую, ну или хотя бы часть некой бизнес-модели для гостиничного бизнеса? Ну, однозначно, бизнес отельный должен быть диджитализирован. Вы не смотрите в эту сферу, я на самом деле хочу вот это спросить. Нет, 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 мы смотрим это однозначно. За пределами вот городов таких, как отдельный объект. Нет, как отдельно, ну нет, все, что является бизнесом просто денег заработать, для меня это вообще уже давно неинтересно. Если там такая история у меня возникает, какой-то там свободный кэш, да, я предпочитаю вынести этот кэш за пределы emergency market, да, там есть где это применить, там, в других странах, да, то есть здесь это вот история такая, когда бизнес и вызов, да, вот они не просто денежные истории. Здесь мы же это диджитализировать будем однозначно 100%, потому что, ну, без этого просто нельзя. Какие отели лично вам нравятся? Есть ли у вас какой-то любимый отель, вот в котором вы любите останавливаться? Или тип отеля, который вы возвращаетесь? Ну, их на самом деле два типа, да, то есть один тип – это сетевой. Какой у вас любимый бренд? Я сети знаю все. Здесь нельзя, так сказать, здесь, скорее, скажем так, в зависимости от задачи, какой я решаю, да, если у меня бизнесовая задача, для меня там очень комфортен Хилтон, для меня очень комфортен Шаратон. Если мне надо понтоваться где-то, да, для меня очень комфортен Фосизон, вот, или Ридс Карлтон, такие тоже случаи бывают, когда там надо где-то там выглядеть каким-то образом. Если это отдых, Рэндисон очень нравится, у него часто под управлением гольф-поля бывает, это моя такая там история там личная, да. Вот это один тип – это сетевая. Чем хороша сетевая история? Мне вообще без разницы, где он стоит, в какой стране, в каком месте. Если это Хилтон, я четко знаю набор тех сервисов, которые он мне предоставит, и уровень этих сервисов. Он для меня достаточный. Для меня не сюрприз. Для меня сюрприз – адрес, внешняя архитектура, а дальше для меня все абсолютно понятно, то есть я приезжаю как домой, потому что я его знаю. Второй тип, да, который мне нравится – это когда вот акционер, он же является операционным управленцем, и он там все. Вот если человек туда вложил душу, да, он за счет этой души компенсирует отсутствие стандартов, стратегий, там, да, он тебя там и встретит, и улыбается, он тебе пирогов напечет, блин, нафиг, и за бутылкой сбегает, да. Вот, и это, знаешь, это вот, это вот, это вот, это вот настоящая история хоспиталити, да, это, это, это гостеприимство души, и это хорошо получается у тех, для кого это реализация внутренней потребности это делать. Он делает это, опять-таки, не для того, чтобы денег заработать на отеле, она у него эта история вторая стоит, ему просто нравится это делать, да, и он получает это удовольствие. Вот, а вот те, которые не сетевые, но они считают, что, типа, вот я акционер, а вот я там кого-то нанял, он там что-то сделает, поэтому, грубо говоря, души нет, стандартов нет, вот там начинается тьма кошмарная. Поэтому есть отели, которые не сетевые, в которых я останавливаюсь с удовольствием, потому что я знаю владельцев, которые встречают от порога и провожают до порога и с собой еще подарков надают. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, у вас есть амбиции за пределами бизнес-сферы, скажем, амбиции чиновника или политика? Нет. Чиновник у меня был в советское время, политик у меня был в начальное российское время, я был депутатом законодательного собрания, были несколько раз варианты по жизни, меня подталкивали к тому, чтобы пройти на муниципальный уровень управления, на региональный уровень управления. Мне эта история не подходит по причине того, что я люблю результаты того, чего я делаю, увидеть вот в рамках своей жизни. Любая государственная машина, она вся более долгоиграющая, я не кайфую от промежуточных этапов. Я люблю старт и финиш, да, и увидеть всю дистанцию, а не так, что ты только пробежал там 10%, да, и ты получаешь удовольствие от того, что ты свои 10% прошел хорошо. Я не понимаю, как испоганят потом последующие 90%, да, и поэтому для меня эта история, она морально на самом деле неприемлема. Когда в последний раз вы волновались? Волнения, они все относятся у меня к сфере личных и семейных, у меня есть близкие, за которых я волнуюсь, да, вот, что касается там бизнеса, я такого не помню. Ну, опять же, легко воспринимаете относительно. Ну, пожар, это был такой вот момент, но и то так. Опишите свой идеальный выходной день. В гольф играю. Ваш главный талант? Вести за собой людей. Они мне верят, я могу их убедить, и они мне верят. Как вы думаете, чтобы ваши сотрудники, партнеры по бизнесу сказали вас, какие-то, может быть, три определения они бы дали вам? Первое, это точно сумасшедшее, это при любом раскладе. Второе, вот, второе, там, слово держит, третий везучий. Все из области вот такой вот. Я не являюсь профессиональным менеджером, это точно. Главное решение в вашей жизни? Главное решение в жизни, это то, что определяет твою судьбу, да, вот, у меня, поскольку у меня работа одна, вот, у меня, наверное, самое главное было, наверное, то, что я определил свою судьбу, то, что вот, у меня была развилка в 90-м году. Куда пойти, в астрадные артисты или в бизнес. Вот, я мог пойти туда, не знаю, чего бы там добился, но у меня были хорошие уже начало, вот, я писал музыку и стихи, и многие известные артисты. Звезды астрады пели там мои песни, вот, у меня была дорога либо туда, либо сюда, вот, я что-то посмотрел, как мне там, что-то мне очень понравилось, я пошел сюда. Если не ошибаюсь, в конце 80-х даже концерты давали как Барт, это правда. Да, 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 в общем, большие стадионы, большие площадки. Это было такое, ну, можно сказать, профессиональное увлечение? Ну, это увлечение, у меня в жизни ничего, по сожалению, профессионального нет, у меня вот все увлечение, вот, что это фигня сейчас увлечение, что это увлечение. Я счастливый человек, я просто, для меня это увлечение. Я могу тебе сказать, Алексей, я почему не говорю, я за все время не прочитал ни одной бизнес-книжки, ни одной. Может быть, уже пора писать, Флайм Михайлович? Вот, нет, не буду читать, не писать. И не буду читать ни за что, потому что я не хочу обломать себе кайф. Все это прочитаешь, оно становится технологичной. А за технологичностью иногда ты потеряешь вот те моменты, когда ты умудряешься проскочить там, где вообще никто не лазил. Если бы я все знал заранее, если бы меня выучили заранее, да, я бы тебе могу сказать, я не сделал бы того, что я сейчас сделал, я просто не рискнул бы нафиг. Субтитры сделал DimaTorzok